Я учился в 679 средней школе, это Советский район, это Москва, и на кубке, сейчас мы, так сказать, золотой шайбы, мы были безусловными лидерами, победителями, и мы несколько раз подряд, может быть, года два или три были абсолютными чемпионами. Я помню сезон, уже такой взрослый, когда я уже в классе, наверное, в восьмом уже учился, в девятом, когда самый-самый перед, так сказать, перед окончанием золотой самой шайбы по цензу возрастному, я пропустил за сезон одну шайбу всего, поэтому у меня такая светила карьера интересная, но спортивная возможная, но мы жили тогда в Чертаново с семьей, и ездить в Крылышке, и все это было очень далеко, ну и плюс еще учеба хромала, из-за этого и пришлось делать выбор в пользу получения образования, уже потом думать о чем-то своем, но вот этот вот посыл, заряд, такая как бы эйфория детства непобежденного хоккеиста, я все время стоял на ворот, она до сих пор и присутствует. Начиналось все, каким образом, сначала мы играли, значит, в вратаре валенки, да, потом полозе, потом уже там, опять же, не было вратарских тогда коньков, амуниции как таковой, все придумало, все было под рукой, подручные средства, я помню, мне отец тогда сделал вратарскую маску, то есть ему Сидельников подарил маску, такую вот самую решетку, отец взял шахтерскую каску, придумал там что-то, это было потрясающе, и на первой же выездной игре мы играли, как же назывался стадион, ну, неважно, первая выездная игра. Ну, там труд. Труд, совершенно верно, на труде играли, мы сыграли, все, команда собирается, я кладу маску сзади себя, мы с ребятами, бла-бла-бла-бла-бла, я что-то отошел, вернулся, а где, у меня даже в голову не могло прийти, что могут украсть, утащили после первой выездной игры, для меня, конечно, была трагедия. На самом деле, как горда вратарская, она особенная, и, как говорят полевые игроки, нормальных людей туда не занесет. Не хочу никого обижать, но я даже смотрю по своим друзьям, да, с кем общаешься, там, и так далее, вратарей я имею в виду, ну, действительно, как-то вот энергетика даже другая, то есть, если у полевых все на заряд, да, все, так сказать, такая на отдачу, то есть здесь на собирании более такие, как бы, молчаливые, может быть, даже где-то... Последний раз я встречал, когда Третья Касса, мы, кстати, об этом говорили, Грустлав, мы говорим, особенно, он говорит, да, но, правда, не спросил, почему, вот, но так оно есть. То же самое и с хоккеем. Когда шайба летит, в авангарде у нас был такой Ефремов, у нас три Ефремова были парни, один из них, я не помню, как его зовут, у него был щелчок такой, что аж, ну, фигурально выражаясь, шайбы застревали в борту, это было что-то. И я помню однажды, как его щелчок, ловушка, и у меня как пролетает шайба, ровет ловушку, да, то есть вот такое было, такое тоже было, но, правда, ловушки были другие. И вот эта вот реакция, о которой вы говорите, я помню, опять же, баловались в ЦСКА, кстати. Мы же снег сами чистили, и вот эти скребковые лопаты, значит, я стою, и кто-то из наших начинает ворот. Ну, я встал в ворот, и лопату начал убивать. Я стою с лопатой, значит, реакция хорошая, раз, отбил, смотрю, они как бы с собой переглянулись, два отбил. Думаю, что ж такое, а потом смотрю, шайба попадает уже, собственно, не в железку, да, вот, а в черенок. То есть, а щелчки хорошие, не дай бог. На кого, может быть, в юности и в детстве равнялись? На кого из вратарей советских? Ну, безусловно, третьяк. Я помню вот эту вот серию потрясающую канадскую, да. А я в то время играл в авангарде, а со сборами я ездил с крылышками, в розу туда, к ним, на базу. И получилось так, что вот такие отношения еще были с сидельником, он как-то так приезжал к нам. Слава, он такой был совсем-совсем человеком занятым, звездным. Я помню, однажды он к нам приехал на тренировку, и он такую замечательную фразу сказал, говорит, он, может быть, сам даже этого не помнит. Бери ото всех, но оставайся самим, это абсолютно правильно. Ленком – это Захаров, грубо говоря, да. Он воспитал не одно поколение, естественно. В инструментарии его воспитания есть некоторые средства воздействия, стимулирующие физическое культуру и физическое тело, в частности, мужского населения нашего театра. Ну, естественно, когда готовится тот или иной спектакль, есть рекомендации прибрать себя там. Ну, я не говорю про всех, но, опять же, у всех генетика разная, у ребят бывает просто склонный, так сказать, к полноте и так далее. Но, в принципе, это всегда поощрялось, я имею в виду, соблюдение вот этих вот норм физической культуры. Это первое. Второе, сейчас немножко другой, уже формируется институт, наверное, такой не то, что звезд, а институт культуры людей медийных, которые сами уже за собой следят и понимают, что это необходимо. Нагрузки большие. И если та же Юнона у нас идет там 2-3-4 раза в месяц, а он физически такой спектакль непростой, человеку, который не следит за своей физической формой, там сложно существовать. И все вот эти пасы на коленях, и просто в течение 2-х часов такой полной выгулки 2-3. Это та же самая тренировка. По энергетике, наверное, самый трудный спектакль, да? По отдаче. По затратам внутренним, наверное, один из именно физических, потому что, ну, он такой наморенный, он такой особенный. Такое ощущение, что когда выстраиваются уже ребята на спектакле, или на Аллилуйя, на последний, да, там заряд идет не только в зал, но и из-за вот этот взаимозачет, взаимообмен энергетиками, он ощущается аж на физическом уровне. Наверное, как ни пафосно прозвучит, но возвращение на лед. То есть вот это возвращение в Камар, да, приход, вернее, в Камар, да, я до туго не играл, наверное, лет 10. И вот это одна из самых таких больших побед, которые над самим собой, которая позволила мне не только как бы вспомнить тем, чем любимое дело, к которому я там горел и так далее, но и понять, что еще не все потеряно, еще все впереди. Наш тот же Камар вот в прошлом году мы в Сочи, в ночной лиге заняли там почетное четвертое место. Сейчас ребята вот приехали, значит, встретим уже. И как-то вот это вот не хочется говорить таких слов, как возвращение к молодости. Мы еще все молоды, душой все понятно. Даже вот это вот ощущение плеча, а тем более, когда вот сейчас, когда, я еще раз говорю, что люди, состоявшиеся более-менее в профессии, и они притираясь, и как бы ты, да, уже и когда играешь с какими-то такими интересными командами, там, силовиков или еще что-то, и когда ты там образно говоря, министр под затклюшкой дашь, ну, тоже хорошо, как бы это все, понимаете, вот это мочишество, которое остается в каждом из нас, это, наверное, самое дорогое. На спорт нет, я не ставил, у нас, когда еще не было запрещено казино в свое время, ну, фактически, так сказать, некая параллель такую можно провести. Я помню, это было в Питере, у нас Ленком был на гастролях, и мы пришли в одно казино, которое только открылось. И мы выигрывали, я помню, там, классный час, Саша была, было все. Мне так понравилось, думаю, о, класс, пошел на следующий день. Потом спрашивал пятачок на дорогу. Я помню у нас, опять же, к себе, возвращаясь, Тарасов однажды был на тренировке, а мы играли в первой лиге тогда, да, мы по-другому, не то, что заиграли по-другому, мы по-другому ходить начали все. Дух появился другой сразу, вот что значит тренер, это по-другому, я помню, какие, я какие-то шайбы брал немыслимые, ребята забивали какие-то, это от того, что он просто пришел, он пришел не тренировать, ничего, ну, просто, так сказать, пришел к нам в гости и так далее, и так далее, это была фантастика. И вот это вот лидерство, этот вот вирус, чемпион, его, конечно, его надо прививать. Кого назовете фаворитами нынешнего чемпионата мира? Россию. И все? Все. У нас, если говорить о дне сегодняшнем, о том же чемпионате, да, который сейчас происходит, я понимаю, что время идет, поколение меняется и так далее, но в любом случае, вот я сказал о командном этом духе, который сейчас у нас там, да, в комаре в том же, и ведь это не брюзжание, как бы, представителя старшего поколения, я действительно реально понимаю, что раньше дух в команде, в той же нашей СССР, сборной, был немножко другой, была возможность притереться, люди сыгранные были, они, было время обкататься, а сейчас бедность на руку, у него команда достается, ребята на ходу, этот конструктор собирается, в любом случае мы, и я, и многие мои друзья, мы в любом случае нашу сборную любим, проиграет они, не проиграет, если проиграет, это будет и наше поражение тоже, мы так же будем переживать, поэтому я с огромным, как бы, уважением и любовью относиться к нашей сборной, хотел бы пожелать ей удачи, чтобы все сложилось.